Я глубоко убежден, лучше там, где есть возможность, в особое время живем, все-таки уходить от лжи, не говорить неправды. Там, где нет особо никакой нужды в этом. Помните слова «Сказка – ложь, да в ней намек». А зачем ложь с намеками? А напрямую почему не сказать? Напрямую почему не сказать? Вот я вам скажу слух. Я детям своим никогда сказки не читал. Хотя вырос на сказках. У нас дома была книга «Сказки Пушкина». Я их многие найдут и знаю. Потрясающе красоты слога. Пушкинский. Но никогда не читал. Почему? Потому что ложь. И мои дети не знают, скажут, какие несчастные. Я бы так не сказал. Я вам скажу. Например, я им говорил из Библии вещи «Жития святых». И когда я детям говорил, дети, они говорят «Пап, расскажешь чем-нибудь?» Я говорю «Что вам рассказать?» Они всем говорили «Одно и то же. Про Даниила». Я говорю «Давайте я вам расскажу про Варвару, про Святого Николая». Ну, потом. Сначала про Даниила расскажи. Причем это ведь не раз, не два было. Про Даниила и все тут. Кто знает, да, в Библии написано, в книге про Даниила, что он был из иудеев в плен, угнанного в Миспотамию. И там он достиг высокого положения, был при дворе царя Ануханоносора. Но при этом Господь через него был пророком. Царедворцы, видя, как царь Кисклоняйцкого, слушание его советов, возревновали. Они теряют влияние на царя, отдвигаются на задний план. И они посовещавшие решили сделать такую интригу. Они сказали царю, царь, вовеки живи, прикажи сделать изображение Бога, Ихова. И сделать из него ритуал, который разные народы с разными религиями, большой в Вавилонском царстве, сплотит. То есть политически очень продуманно сказали. Общие идеологии. И они сказали, и вот поклонение ему совершать, идолу. Вот когда специальная музыка, барабан, забит, чтобы все, какой бы вер ни были, кланялись. Через это единая религия, единая идеология, укрепление государства. Царю понравилось. В то время очень понравилось. И он сказал, так, 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 давай так сделаем. Они зачем сделали? Они знали, что Даниил истинно Богу поклоняется. Он никогда никому идолу не поклонится. Ибо сказано в Писании, не ставя себе кумир, не поклонись, не послужи. Поэтому они решили так. Он около с царем, царь у себя поклонится. Он говорит, царь, ты первый, показывай пример. А Даниил не будет кланяться. Царь кланится, он нет. Ну и все, вот результат. Его пинком от царя, а они опять на своем месте. Вот. Но Даниилу удавалось, зная об этом, прежде чем музыкальный инструмент и барабан стучат, он уходил. И тем не получалось взять. И тогда они сказали царю, царь, последи. Когда все упадут, Даниилу-то никогда не бывает. А он открывает в это время окна и кланит в сторону Иерусалима, Богу своему. А твои указы пренебрегает. И царь дал приказ около города ров. В ров его выкиньте. Там львы были. Их специально не кормили. Ну, на смерть, на сиденье хищникам. И того бросили. Когда его бросили, на другой день царю какую-то проблему, посоветоваться. Эх. А советник того и нет. Он расстроился. Он понял интригу, какую сыграли эти, что он попался на крючок. Обидно. Так размазаться им было. И он в таком состоянии подошел, чтобы подвели к корву. Он подошел к краю рва, посмотрел, а там рычат эти львы голодные. И крикнул, Даниил, ты всю жизнь так любил. Спас ли он тебя от клыков и львов? И сейчас рассказываю, не могу спокойно говорить. И детям, сколько рассказал, все время с внутренним волнением. Спас ли он тебя, и отпрыгнул от края этого рва. Почему? Потому что слышал голос со дна. «Царь в веке живи, Бог, который любил, любил и буду всегда любить, послал ангела своего. Он стоит около устов и львов, а я жив!» Я так образцовывал, веревку, веревку, кидайте скорее веревку, веревку кидайте. Его вытащили. Когда я его вытащил, повернулся царь 20. Он говорит, «Посмотрим, как тот идол спасет вас. Киньте-ка теперь их, посмотрим на результат». И их бросили в троф. И написано в Библии, «Ни один не упал, не налетел до дна, не один. На лету голодные львы рвали их на куски. На лету рвали, прыгали, рвали». И это вот рассказал детям. И они слушались с таким воодушевлением. И когда следует человек, «Дети, что вам рассказать?» «Про Даниила! Про Даниила расскажи! Как Бог не постыдил, как Господь близок к тем, кто бывает на него!» И вот благодарю создателю Господа Бога. Сказки не рассказывал. «А по сей день мои дети не святые, не праведники, не лучше всех, но Бога знает каждый. От Бога не отрекаясь ни один. Вот сейчас ушел от церковной административной деятельности. Почему? Старший вырос, настоятельным стал. Слава тебе, Господи! С меня нож свалился хоть в чем-то. А все началось с Даниила. Поэтому вот нужны ли нам сказки Деда Мороза правосланным-то? У нас есть что-то побольше и сильнее, жизненное и действеннее. От добра добра-то не ищут. Зачем лучше менять на худшее-то? Непонятно. Непонятно. Деда Мороза